здравствуйте друзья здесь Демитков Юрий последнее время очень многие спрашивают надо ли покупать доллары и как их покупать и что делать доллар в последнее время резко вырос нефть упала доллар вырос и соответственно надо ли покупать многие спрашивают даже надо ли продавать доллары потому что у меня было видео про дедолларизацию вот что делать и я всегда рекомендую ну во-первых не продавать доллары если вы уже купили то не надо продавать они я думаю что они вырастут в следующем году то есть рубль еще больше упадет нет никаких признаков того что рубль начнет подниматься когда рубль начнет подниматься я сниму отдельное видео вот сейчас я хочу сказать что я рекомендую я рекомендую не просто купить доллары и держать их под подушкой во-первых доллары надо покупать на бирже это первое потому что это намного выгоднее это выгоднее чем курс cb и на бирже же на брокерском счете их можно держать и можно купить не только доллары но и евро выгоднее чем cb на бирже можно также купить швейцарские франки юани и насколько помню там гонконгский доллар тоже можно купить можно купить и какая разница пусть они ли они лежат под подушкой или на брокерском счете на брокерском счете надежней их там не украдут и никто их там не увидит вот но кроме того чего долларом лежать бестолку я всегда говорю ребята вкладывайте доллары в активы и самый простой актив это облигации те же самые долларовые облигации облигации в долларах то есть если вы боитесь там вкладывать vtf если вы боитесь вкладывать в какие-то акции американских компаний которые то ли вырастут то ли не вырастут вот хотя они могут не вырасти да запросто там сейчас последнее время s&p 500 падает например да и прочее можно купить облигации давайте посмотрим какие облигации можно купить за валюту прямо сейчас вот посмотрите я взял и открыл ну вот здесь вот поиск текущие торги и здесь на бирже это биржевой терминал как пользуются биржевым терминалом я рассказываю на своем курсе биржа для чайников очень подробно то есть все это вы будете сможете делать сами после того как закончите вот пройдете этот курс абсолютно точно вот но сейчас я не о том как а вот просто вот акции расчеты в езды облигации посмотрите сколько их достаточно много этих облигаций вот и я вывел всю вот эту таблицу вот но что я сделал я сделал я сделал таблицу которая ну во первых доступна всем то есть смотрите номинал облигаций 1000-1250 долларов я ограничил полутора тысячами долларов номинала номинал облигаций потому что ну там есть облигации по 100 тысяч долларов по миллиону на это не интересует и лот одна штука то есть там есть да по 1000 по 1000 номинал по 1000 долларов но лот 100 что то есть 100 тысяч я не стал такие выделять то есть я их соответственно из таблицы убрал и вот такая таблица получилась она крайне небольшая и крайне доступная давайте посмотрим внимательно на эту таблицу что здесь такое вот на первом месте да и я отсортировал их по доходности доходность в валюте посмотрите в долларах 1000 долларов облигации ГТЛК 1000 долларов цена последней сделки 96,1 процента от номинала доходность текущая 6,49 долларов 6,49 годовых в долларах это очень хорошая доходность оборот то есть меня интересовали акции только с ненулевым оборотом то есть они ликвидны их можно купить их можно продать общее количество сделок 53 сделки за последний последний день как бы ну торговый вот средневзвешенная цена 96,12 накопленный купонный доход 3,76 размер купона 12,22 вот но самое главное здесь вот она доходность 6,49 следующая облигация доходность 5,96 та же самая ГТЛК что такое ГТЛК я посмотрел это государственная транспортно-лизинговая компания то есть компания которая покупает транспортные какие-то что она покупает там тепловозы поезда корабли грузовики огромные и дает их в лизинг то есть это очень крупная компания основная компания которая занимается закупкой вот транспортных компаний и дает их в лизинг То есть компании постепенно выкупают вот эти вот суда и так далее. Это крупная компания, государственная. Следующие облигации 5.75 доходность, ВЭБ-23. Что такое ВЭБ-23? Это облигации внешнеэкономбанка. Вот, мы смотрим на эти облигации. И, соответственно, тоже один лот, минимальная сумма 1000 долларов, один лот, 100,789, цена к номиналу, 5.75 доходность. Оборот достаточно большой, 226 сделок, это больше, чем по лизинговой компании. То есть они очень ликвидные, очень хорошо торгуются, их легко можно купить, легко продать. Соответственно, накопленный купонный доход 5.77, 29.71, размер купона. Купон выплачивается, насколько я понимаю, раз в полгода. Подробно о том, что такое НКД, что такое размер купона, как он выплачивается, я рассказываю, опять же, на курсе биржа для чайников. Сейчас не буду останавливаться. Следующая. ВЭБ-22, то же самое, 5.64 доходность. Следующая. ВЭБ-ПБО. Ну, я не знаю, что это такое, честно говоря, но, соответственно, тоже облигации. Давайте посмотрим, что это такое. Информация об инструменте. Вот. Биржевая облигация, пожалуйста, вот она, биржевая облигация. Есть все ее ИСИНы, коды бумаги. О том, что такое ИСИНы, коды, я, опять же, рассказываю на своем курсе биржа для чайников. Вот. До погашения, дата погашения 15.07.2021 года. Через полтора года она будет погашена. Что значит погашена? Это значит, что держатель облигации получит 1000 долларов США плюс последний купон, который должен быть выплачен. Код расчетов Y2, это значит, дважды в год выплачивается купон. Вот. Ну и, соответственно, все остальные параметры. Ближайшая выплата купона 17.01.2019 года. То есть, 17 января очередной купон будет выплачен по этим облигациям. Вот. Хорошая штука. Следующая опять ВЭБ. Следующая РУС. Насколько я понимаю, это вообще государственные ценные бумаги. РУС. ПЭГИЛ. Очень хорошая бумага. Я посмотрю, что такое ПЭГИЛ. Это Полюс Голд. Полюс Золото. То есть, это золото добывающая компания наша, российская. Она выпустила облигации, тоже номинал 1000 долларов. Но так как это сверхнадежная, то у них, соответственно, и доходность ниже 4,51% годовых. Что у нас дальше идет? ТМК. Система. И БИН. Это БИН-банк. И дальше идет БКС, 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 БКС. Что это такое? Посмотрите, доходности нулевые. Что это значит? Это значит, что облигации, скорее всего, уже другого типа, и что доходность условная. На эти облигации надо смотреть внимательно. О том, как определить, какие облигации какого типа, то, значит, надо, опять же, я рассказываю там подробнейшим образом на своем курсе. Вот, давайте посмотрим информацию об инструменте. Торгуется процент от номинала. Корпоративная облигация. Да, да, да. Вот, но здесь информации нет. Значит, надо искать информацию по этой облигации, почему у нее доходность ноль. Ну, скорее всего, она какая-то с каким-то условием. Вот, что такое БКС? БКС – это написано облигации, на самом деле это не совсем облигации, это условные облигации. То есть это, я посмотрел, это структурные продукты, на самом деле, про которые я неоднократно рассказывал, структурные ноты. То есть там есть несколько активов, и купон выплачивается регулярно, ежеквартально, как правило, либо раз в полгода выплачивается купон. Но он выплачивается при условии, что там все акции, например, находятся в заданном диапазоне и не ушли ниже, чем купонный барьер. Вот, это вот такие облигации. Я не хочу сказать, что они плохие, надо смотреть. Надо смотреть, что это за облигации. Ну, вот в данном случае Iron 2. Iron 2, что это такое? Скорее всего, это облигации с структурной ноты на… Iron – это сталь, на сталь литейной компании какие-то. Форсаж. Судя по всему, это рискованная, судя по названию, облигация. Ну и, соответственно, дальше уже просто цифры какие-то. Что это за облигации, надо узнавать как раз у брокера. Здесь доходности уже намного выше. Вот, смотрите, 62 размер купона. Если она выплачивается, давайте посмотрим, дважды в год. Так, сейчас информация об инструменте. Да, дважды в год, то, соответственно, 62 – это 12% доходность, ожидаемая доходность. 12%, но она условная. Здесь надо смотреть. Итак, друзья мои, я рассказал вам, что есть валютные инструменты, которые дают повышенную доходность. Их можно купить на бирже. Я регулярно вас знакомлю с такими инструментами. Пожалуйста, вот они доступны всем абсолютно без исключения. Что нужно для этого сделать? Надо просто зарегистрировать брокерский счет. Надо просто положить туда деньги, купить там же на бирже доллары. И чтобы они не лежали просто так, вложить их вот в такие, например, инструменты, которые обладают достаточно высокой надежностью. Там надо подобрать. Ну, насчет ВЭБа и государственной ГТЛК, наверное, можно не особенно сомневаться. Но на БКС надо уже смотреть. Скорее всего, там тоже все в порядке. Вот. Что для этого нужно сделать? Надо просто взять и сделать. То есть открыть брокерский счет. Как все это делается? Все подробности я рассказываю, опять же, в своем курсе «Биржа для чайников». Поэтому сайт «Демитков Юр», вы прямо сейчас видите ссылочку на него. Пожалуйста, заходите, знакомьтесь. Там есть кнопочка бесплатная, называется «Модельный портфель». То есть вы получите всю информацию, как открыть брокерский счет и как вложить деньги в модельный портфель. А вот как пользоваться Квиком, там уже серьезно. Там очень много обучения в течение месяца. Три раза в неделю я рассказываю про Квик, про его настройки, про все эти инструменты, про всякие, как вычисляются вот эти НКД, купоны, где они покупаются, что такое облигации, что происходит с ними. Если, так сказать, там приходит время, там, скажем, дефолты, технические дефолты, почему они происходят, как происходит выплата. Все это я рассказываю подробнейшим образом. Подробнейшим образом я также рассказываю про акции, и как выплачиваются дивиденды, как они назначаются, когда, что, что такое дивидендный гэп там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Технический анализ я тоже рассказываю. Кроме того, я рассказываю про фьючерсы. Тоже очень интересный инструмент, но это для спекулянтов. Я рекомендую, ну, если кто-то хочет, да, пожалуйста, я об этом рассказываю. Но я рекомендую, конечно, вкладываться в более надежные инструменты. Сначала в облигации, я рассказываю про облигации, тренируемся на облигациях, вкладываем в акции, маленькую долю я рекомендую. Да, пожалуйста, можно во фьючерсы. Но главное – это надежные, надежные инструменты. Поэтому, друзья мои, demetkov.com, нажимаем кнопочку, и, соответственно, выбираем тот вариант, который вам нравится, для того, чтобы ваши денежки не просто лежали под матрасом, но и работали. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. До встречи.